Президиум, уважаемые коллеги, если мы посмотрим на эпидемиологию функциональной диспепсии, то во всем мире распространенность необследованной диспепсии калибрится в пределах 7-45% по данным разных исследований, в то время как распространенность функциональной диспепсии составляет от 11 до 29%. В России же данная цифра составляет 30-40% пациентов имеют симптомы диспепсии и 100% обратившихся с пациентами с симптомами диспепсии органической патологией является лишь в 30-40% случаев, а в 60-70% случаев имеется функциональная диспепсия. Если мы говорим о гаторезофагиальной репрессной болезни, то в России более 60% человек предъявляют жалобы на периодическую жогу, при этом у 30% опрошенных выявляются частые жоги более 2-3 раз в неделю, а распространенность заболевания в России составляет 18-46%. Частота на мгновение при этом тяжелого эзофагита составляет 5 случаев на 100 тысяч населения в год, что составляет 10-35% от общего числа эзофагитов. Была проведена работа, в которой исследовалось распространенное сочетание функциональной диспепсии и гастроэзофагиальной репрессной болезни, и при этом было выявлено, что сочетание перекрест заболеваний поверится по разным данным от 9 до 30% случаев, это по данным японского исследования. Если возьмем еще одно исследование, проведенное группой Яны Тека, где была случайно проведена выборка в бельгийской популяции, из 8 миллионов человек, было определено в 2000 мудрости старше 15 лет, и им был данный опросник, где были заданы вопросы на наличие симптомов изжоги и симптомов корректированной функциональной диспепсии. Какая была получена цифра, что наличие симптомов как диспепсии, так и репресса было выявлено около 34% населения. При этом, интересно, разница распространенности симптомов функциональной диспепсии пациентов с неэрозивной репрессной болезнью и с эрозивной репрессной болезнью была обследована более 2000 человек. При этом эрозивная репрессная болезнь была диагностирована у 286 пациентов, у 74 из них неэрозивная, и оставшаяся группа составила группу сравнений, более 2000 человек. И при этом распространенность функциональной диспепсии достоверно выше была среди пациентов с неэрозивной репрессной болезнью. А эпигастральный бревый синдром, кстати, чаще выявлялся у пациентов с неэрозивной репрессной болезнью, а постпродиальный диагностированный с индромом у пациентов с эрозивной репрессной болезнью. В 2016 году были приняты новые римские четвертые критерии, в котором разделение осталось прежним, что функциональная диспепсия представляет собой эпигастральный болевой синдром и постпрандиальный болевой синдром, который представлен ранним насыщением и постпрандиальным переполнением в эпигастре и жалобами. Но были внесены некоторые изменения, что симптомы эпигастрального болевого синдрома беспокоят пациентов не менее 1 дня в неделю, а ПДС-синдром не менее 3 дней в неделю. При этом были оговорены ряд диагностических критериев постпрандиального дистресс-синдрома, что не менее 3 дней в неделю должны быть беспокоящие постпрандиальное переполнение в эпигастре, оно должно быть достаточно выраженное, чтобы повлиять на повседневную деятельность пациента. И или же беспокоящие раннее насыщение, которое тоже должно быть достаточно выражено, что не позволяет пациенту съедать обычную порцию пищи. И были оговорены дополнительные примечания, такие как, что могут быть жалобы на постпрандиальную боль или жжение в эпигастре, вздутие живота и чрезмерную отрыжку и тошноту пациентов с постпрандиальным дистресс-синдромом. Но наличие рвота при этом предполагает пересмотреть диагноз в пользу другого заболевания. Изжога не является симптомом функциональной диспепсии, постпрандиальный дистресс-синдром может часто сочетаться с ним. Симптомы, облегчающиеся после отхождения газа перед дефекацией, не следует рассмотреть в рамках диспепсии. И другие симптомы, которые указывают на наличие гастрозофагиальной рефлексной болезни, синдромы раздраженного кишечника могут сочетаться с постпрандиальным дистресс-синдромом. Таким образом, вставал вопрос, почему постпрандиальный дистресс-синдром сочетается с гаторозофагиальной рефлексной болезнью. Что это? Нарушение аккомодации дна желудка индуцирует переходящее расслабление нижнего пищеводного сфинктра. В норме при поступлении пищи у пациента происходит релаксация дна желудка, а у пациентов с функциональной диспепсией эта релаксация нарушена. Нарушена аккомодация и, как следствие, распределение пищи в антральном отделе желудка, что ведет к развитию постпрандиального дистресс-синдрома. И встает вопрос, повышает ли это число приходящих расслаблений нижнего пищеводного сфинктра, нарушение аккомодации. Была проведена работа, в которой были пациенты с гаторозофагиальной доказанной рефлексной методом 24-часовой паши, импетант сметрии, было 12 человек, и второй группы составили с дорогой добровольца, 9 человек. Пациентам трансназально был установлен манометрический катетер, манометрия высокого разрешения не проводилась, 10-20 минут давалась на адаптацию, затем по стандартным протоколам проводилось исследование, и давался пробный завтрак, состоящий из сока и мясного пюре с картошкой. И в дальнейшем течении часа происходила запись давления как в пищеводе, так и в желудке. Далее как излипался. Целью исследования было оценить прэ- и постпрандиальное внутрижелудочное давление. Разница между этими показателями для этого внутрижелудочного давления расценилась как маркер способности на желудок аккомодации. Также рассчитывалась частота гаторозофагиальных рефлексов, наличие приходящих расслаблений нижнего пищеводного синтра, как ассоциированных, так и не ассоциированных с гаторозофагиальным рефлексом. Напомню, что приходящее расслабление нижнего пищеводного синтра – это физиологический механизм, который необходим для отвода избытков воздуха, для гастральной отрыжки у человека. Может быть, как при патологии, так и в норме. Однако у пациента с гаторозофагиальной рефлексной болезнью это становится основным механизмом гаторозофагиального рефлекса. На данном слайде мы видим период расслабления нижнего пищеводного сфинкта. Наверху – это верхний пищеводный сфинктр, когда вне голодка происходит расслабление нижнего. То есть мы видим, что верхний пищеводный сфинктр замкнут, а нижний пищеводный сфинктр – у него возникает внезапное снижение давления в нижнем пищеводном сфинктре и блокируются ножки диапрагмы. Также невидимого сокращения ножек диапрагмы. И в это время происходит у большинства пациентов гаторозофагиальный рефлекс. Мы видим белые линии интендации, которые нам показывают распространение жиркостного содержимого в пищеводе вверх до самых верхних границ верхнего пищеводного сфинктра. И были проведены корреляционные связи. Из-за числа приходящих расслаблений нижнего пищеводного сфинктра, не ассоциированного с гаторозофагиальным рефлексом, были получены данные, что в РНПС достоверно чаще возникает при нарушении аккомодации дна желудка, как у больных сгр, так и у здоровых добровольцев. То есть чем меньше была дельта внутрежелудочного давления, тем большее количество приходящих расслаблений нижнего пищеводного сфинктра регистрировалось как у больных ГЭД, так и у здоровых добровольцев. И то же самое было проведено, проведен анализ в РНПС, ассоциированных с гаторозофагиальным рефлексом, и тоже было достоверно выявлено, достоверно чаще, в РНПС возникает при нарушении аккомодации дна желудка. Причем как у больных гаторозофагиальной рефлексной болезни, так и у здоровых добровольцев. Таким образом, ГЭД в данной ситуации это не исключение, а часть спектра симптомов у пациентов с гаторозофагиальной рефлексной болезни. Какие основные патогенетические факторы, еще раз, возникновения гаторозофагиального рефлекса? Это в первую очередь нарушение аккомодации дна желудка. Далее это ведет к повышению внутрежелудочного давления, и что, как было показано в предыдущем исследовании, возникновение происходящих расслаблений нижнего пищеводного сфинктера, и также повышение внутрежелудочного давления, увеличивает время постпродиальной секреции соляной кислоты, что ведет к изменению краши, и, соответственно, у пациента возникает гаторозофагиальный рефлекс. Было проведено исследование по изучению влияния препаратов на нормализацию и аккомодацию дна желудка. Это было рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование, проведенное на здоровых добровольцах. Одной группе пациентов давали 50 мл воды с раствором этанола, а второй группе пациентов давали 50 мл воды с действующим препаратом и перагастом. Пациенту трансназально вводился зод, который был подключен к простату с баллончиком на конце, и подавался воздух в баллончик, и исследовалась аккомодационная способность желудка до приема препарата и после. И что было выявлено? Что увеличение объема баллончика, демонстрирующее расслабление дна желудка, наблюдается в обеих группах, но с десятой минуты исследования, а на сороковой-сотвадцатой минуте достоверно больше в группе, принимавшей и перагаст. Соответственно, в этом исследовании было показано, что и перагаст достоверно повышает огнем максимального отдела желудка за счет расслабления его тела и дна. В последних римских критериях 4, которые освещены в журнале Гастроэнтерологи, в рекомендациях по лечению функциональной диспепсии, отдельной строкой выделено, что в лечении постпредиального синдрома могут применяться препараты, в том числе и препараты, которые способны к расслаблению дна желудка и СТВ-5, и перагаст. Какой его механизм действия? Псистонин – это нейромедиатор регуляции как чувствительности, так и моторных функций желудочно-кишечного тракта, которые оказывают эффект посредством специфичных рецепторов на 5-HT3 и 4-HT4, а ацетилхолин – нейромедиатор, который усиливает перестатику желудка и кишечника. И перагаст в стенке кишечника, здесь мы видим на рисунке в разрезе, связывается с рецептами, как сиротонин, участвующими в контроле моторики и чувствительности. То есть экстракты в нем содержащие, связываются с рецепторами 5-HT4, и также они демонстрируют эффективность по отношению к мускариновым рецепторам. Также и перагаст способствуют повышению уровня форстагландина Е2, который обладает протективным определением на слизистую полочку и увеличивает секреацию муцина. И вот эти механизмы действия позволяют нам объяснить положительный эффект препарата при нарушениях как моторики, так и гиперчувствительности желудочно-кишечного тракта, так и его гастропротективные свойства. На данном слайде разрешите представить обобщение потенциальных фармакологических механизмов препарата при симптомах, которые возникают при сочетании функциональной диспепсии и гастрозапагиальной репксной болезни. Первое – это защитное противовоспалительное действие, которое индукцировано кислотой в пищеводе. Оно возможно благодаря тому, что препарат препятствует развитию эзофагита, который вызывается гастрозапагиальным репксом вследствие увеличения секретных и гастропротекторов ростогландина Е2. Второе – это опосредованное тонизирующее влияние на нижний пищеводный сфинктер. Препарат предупреждает попадание кислоты в желудок, в пищевод, путем нормализации давления в желудке и, соответственно, не индуцируется приходящее расслабление нижнего пищеводного сфинктера. Косу-туры является, как мы уже говорили, основным механизмом гастрозапагиального рефрикса. Также расслабляется дно желудка, то есть препарат увеличивает аккомодацию дна желудка, но при этом возникает тонизирующее влияние на антральный отдел желудка. Препарат способствует скорейшему дальнейшему продвижению пищи в стальном направлении и эффект при этом возникает уже через 15 минут от его применения. И снижает воздействие соляной кислоты путем уменьшения в отействии кислоты на слизистую желудка при увеличении муцина и гастропротекторов. И в заключении разрешите сделать следующий акцент, что нарушение аккомодации дна желудка это одно из основных звеньев патогенеза функциональных заболеваний желудка. Разница внутрижелудочного давления, которое было выявлено методом монометрии высокого разрешения, может рассматриваться как маркер способности дна желудка к аккомодации. Нарушение аккомодации ведет к повышению числа приходящих расслаблений нижнего пищеводного свинкера, которые сопровождаются гастроэзофагиальным рефлюксом. И это обосновывает общность патогенеза постпрандиального дистресса синдрома и гастроэзофагиально-рефлюксной болезни, что следует учитывать при определении тактики лечения пациента, имеющих перекрест этих заболеваний. Рембский консенсус четвертого пересмотра подтверждает возможность сочетания постпрандиального дистресса синдрома и гастроэзофагиально-рефлюксной болезни. И препарат обирогаз, который нормализует аккомодацию на желудках с доказанной эффективностью, может применяться при лечении пациентов с функциональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...